МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В общем, Госсовет Татарстана вышел с законодательной инициативой на Государственную Думу Российской Федерации. Инициатива заключается в том, чтобы внести поправки в закон об образовании в нашей стране и предусмотреть для выпускников не только высших учебных заведений, но и среднеспециальных учебных заведений, обязательную отработку в течение трех лет на определенном предприятии. То, что раньше называли распределением. Распределение. Периодически мы обсуждаем эту тему, не первый раз уже далеко говорим об этом. Если не ошибаюсь, еще в 2018 году этот законопроект был Единой России даже. Причем там речь шла о сроке немножко более продолжительным, чем три года, от четырех до пяти лет, в зависимости от предприятия, с определенной формой государственного участия. Законодатели Татарстана объясняют это в первую очередь тем, что, вот если простым языком выражаться, речь идет о студентах, которые получали образование на бюджетном месте. То есть это те молодые люди, девушки и юноши, за которые государство платило вроде как. Много денег потратили на обучение этих людей. И когда они уходят непонятно куда по завершению после выпускного, то это вроде как немножко нечестно. Государство в вас вложило деньги, причем деньги приличные. Вы вроде как должны быть ему обязаны за это, да? И законодатели даже предлагают некий механизм предусмотреть. Если ты не идешь отрабатывать в течение определенного количества лет, то ты обязан будешь вернуть эти деньги государству. Я себе, честно говоря, сложно как это представляю. Тут же тоже какой-то должен быть механизм проработан. Быть проработан кто? Министерство образования или конкретное учебное заведение будет иск в суд, что ли, подавать, да? И что, если ты не заплатил, тебе посадят? Ай-яй-яй, вот этот студент не пошел работать по специальности. Давайте будем требовать с него возмещения, ущерба затраченных бюджетных средств. Мне на самом деле не совсем понятна логика, да, куда деваются специалисты. Мне кажется, что если человек, хороший специалист, закончил высшее учебное заведение, и предприятие в нем заинтересовано, и предприятие готово платить ему достойную зарплату, то эти два объекта быстро друг друга найдут. А если они... И не надо пугать, да, никакими там механизмами возврата. Да, а если они друг друга не находят, значит, где-то кроется проблемка. И, наверное, стоило бы сначала решить вот ту проблему, которая... Что она, почему не происходит вот этой стыковки? Это, может быть, укладывается все в понятие профориентации, ты имеешь в виду, или что? То есть вообще вот на ранних этапах, да, начинать искать будущего высококлассного работника, сотрудника, и вот прям ввести его там, возможно, со старших классов. Мы же много... Вот как ты правильно говоришь, да, это же инициатива, она носила разные формы, да. И я помню, мы даже в этой студии, я не знаю, лет 7 еще назад обсуждали, да, что если у предприятия есть какая-то заинтересованность в кадрах, то предприятие сотрудничает с ВУЗом, да, то есть оно говорит, нам нужно столько-то специалистов. Если не что, есть такие формы у нас сейчас есть, но мы вот побеседуем, да. ВУЗ набирает конкретное количество специалистов, и он набирает этих ребят, мотивируя это как раз тем, что, ребята, после окончания ВУЗа у вас будет гарантирована работа. Достойная зарплата. Да, вот ваш будущий работодатель, он готов вам дать одно, второе, пятое, десятое, и получается, что у тебя, а, есть мотивация хорошо учиться, чтобы быть действительно хорошим специалистом, который потом останется на этом предприятии. При этом никто тебе не угрожает какими-то судами или тем, что ты будешь обязан выплатить еще какие-то деньги или еще что-то. Ну, мне кажется, ты сейчас такую идеальную очень картину рисуешь, да, потому что мы же прекрасно знаем, что жизнь-то, она порой оборачивается совсем неожиданными сторонами. Да, звучит довод в пользу того, что за годы обучения многое чего может поменяться, да. Я даже не говорю о том, что многие у нас поступают на специальность без желания ее получать, и уж они далеко не думают потом продолжать работу по этой специальности. Они пойдут по распределению, они будут как работать? Плохо? Ну, скорее всего, да. Ну, потому что вот не смог попасть там в другой вуз, да, на другую специальность. И вот интересно, да, то есть если человек, который пришел к тебе... И как жить с нарастающими этими психологическими проблемами, да, когда ты на нелюбимую работу ходишь изо дня в день и считаешь, прям не вычеркиваешь из календаря, вот мне тут еще 360 дней осталось работать. Нет, ну даже смотри, даже просто с точки зрения работодателя. То есть к тебе по распределению пришел человек, который не хочет работать. Потому что он где-то на третьем курсе понял, что это не его. Или раньше. Ну, денег у него возвращать государству нет. И вот он доработал, и вот он тебе еще три года на твоем предприятии будет гайки, я не знаю, с болтами путать. Ну, это уж такая, да, упрощенная, конечно, картина мы рисуем там. Специалисты разные бывают. Ну, вот этот вот срок этот, три года, да, он меня тоже смущает. Судя по пояснительной записке к законопроекту, речь идет в первую очередь о технических специалистах, да, в том числе до предприятий оборудованно-промышленного комплекса. На мой взгляд, три года – это, ну, довольно маленький срок для того, чтобы взрастить хорошего высококлассного работника. Вот общаясь там по своим друзьям, знакомым, у нас до сих пор на предприятиях продолжается эта ситуация, там, забудь все, чему тебя в ВУЗе учили, сейчас мы тебя по-своему научим. Три года – это не тот срок, по-моему, за который можно научить. Ну, вот смотри, опять же, да, вот эта вот штука про забудь, чему тебя учили в ВУЗе, опять же вопрос, почему учат так, что это потом приходится забывать? Возможно, если бы контакты были налажены заранее, да, то есть человек проходил бы практику на том предприятии, на котором он будет работать, то и не нужна была бы никакая вот эта насильственная система там распределения. Ты что, давайте будем общаться с нашими специалистами? Есть у нас спикер, да, Юрий Исупов, старший вице-президент авиатской торгово-промышленной палаты. Юрий Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Да, Юрий Геннадьевич, добрый день, приветствуем вас. Здравствуйте, Владимир. Да, Владимир, Дарья, мы не застали уже, да, может быть, к сожалению, ту систему распределения, которая существовала в советское время, и знаем о ней только лишь по рассказам наших родителей, бабушек, дедушек, в общем, таких старших членов семей. На ваш взгляд, есть ли рациональное зерно сейчас в этом предложении, исходящем от Госсовета Республики Татарстан? Насколько нам следует копировать эту систему, которая была в советскую эпоху? Что нужно новые привносить? Или вообще готовы ли наше общество, готовы ли работодатели к тому, чтобы работать в таких рамках, поделиться своими соображениями? Ну, безусловно, тему, которую вы поднимаете, она в последнее время достаточно активно звучит и на уровне средств массовой информации. Вот у нас на прошлой неделе в торгово-промышленной палате был круглый стол, который касался вопросов подготовки специалистов рабочих профессий в системе региональной, кто тоже звучал вопрос о распределении. Ведь мы должны понимать, что вот то, что этот вопрос стал активно обсуждаться в последнее время, он является индикатором того, что в большинстве регионов Российской Федерации сегодня очень сложная проблема с трудовыми ресурсами. Вот для понимания возьмем наш регион. Вот у нас по нашей просьбе областная статистика несколько раз готовил доклады о состоянии трудовых ресурсов в Кировской области. Так вот, например, если сравнивать 2010-й, в 2020 году мы готовили первый вариант доклада, у нас трудовые ресурсы скоротились более чем на 10%. А ввиду каких причин, Юрий Геннадьевич? Ну, причин очень много. И одна из причин, вот, например, это касается оттока трудоспособного населения из региона. Да, да, вот, в принципе, на сегодня по разным оценкам, ну, вот, статистика работает с нашей паспортной службой, да, то, в принципе, последние годы у нас на уровне 22 тысяч, 23 тысяч ежегодно выезжают людей в трудоспособном возрасте. Да, то есть это вот наш активный ресурс, который мы хотели бы, чтобы он работал на экономии регионов, люди выезжают, да. А вот запомнила цифру 22 тысячи, да, 24 тысячи. А это только официально, которые выписывались. А те, которые не выписываются, это еще существенно, можно повышать, повышающие коэффициенты обравляют, да. Но сегодня вот у нас выпускников школ, вот, то, что должно пополнить ресурсы, да, у нас их порядка 12 тысяч, да. Вот в систему СТО у нас поступает около 6 тысяч. То есть если даже все наши выпускники СТО и высших учебных заведений останутся в регионе и будут работать, они восполнят углы. Вот поэтому сегодня настолько острая кадровая проблема, поэтому сегодня на разных уровнях предлагаются различного рода варианты, как эту проблему решить, да. Ну вот, и, к сожалению, видите, вот в данном случае, когда мы говорим о инициативе Татарстана, ну вот, к сожалению, Татарстан пошел по сегодня какому-то достаточно выраженному тренду организовать какие-то разовые мероприятия в виде неких нормативных актов, в виде организующих каких-то моментов, которые могут, по их мнению, это разом все решить, да. Ну вот возьмем такой пример. Последнее время тоже для предприятий очень актуально. Вот, надо бороться с фальсифицированной продукцией, с контрабандой, решили создать систему маркировки, да. Ну вот, казалось бы, все вроде выстроено, а на практике получилось совершенно эффекта никакого нет. Поэтому и в данном случае вот решать вопрос о том, чтобы ввести обязательное распределение, это тоже такого же плана шаг, который действительно возникает вопрос. Во-первых, можно ли его реализовать в нынешних условиях? А вообще самый первый вопрос можно было бы задать с тем, кто инициатором. А все ли сегодня у нас делается для того, чтобы действительно выпускники школ выбирали ту специальность, которая для них была бы соответствована и в чаянии. Дальше, условно говоря, по окончании, люди не переквалифицировались в другую какую-то область, а работали по специальности, что для этого делается. Поэтому вопросы связаны с тем, что, начиная от того, что нужно по-современному устраивать системы профориентационной работы в школах, и вопросы в конечном итоге связаны с тем, как работать с учащими средних специальных учебных заведений, например, потому что это то же самое, как и выпускники высших специальных учебных заведений. Вопросы связаны с их практическим взаимодействием еще в ходе учебы, да, вопросы связаны с созданием условий для того, чтобы они не уходили в другие сферы, а работали по специальности, работали в своем регионе. Мы понимаем, это очень сложная, кропотливая, серьезная работа, но, наверное, вот в данном случае тут по всем этим направлениям у нас есть чем заниматься, в каком направлении работать. Поэтому и второй момент, вопрос связан с тем, что вы уже упомянули. Ну, действительно, в советское время, мы понимаем, эта норма каким-то образом действовала, да, может быть, так сказать, сложно говорить насчет ее эффективности, но она была в совершенно других исторических условиях, другой ментальности людей, традиций, другой инфраструктуры информационной. Сегодня, ну, действительно, большое сомнение есть в том, что удастся ли, как бы, удалось, не случай реализации, удалось ли бы создать такую инфраструктуру, распределение, да, к сожалению, мы видим факты, когда, различные недобросовестные элементы достаточно легко обходят вот эти трипоны, да, и тут вполне ростовый для коррупционности и так далее. Поэтому, допустим, у торгово-промышленной палаты мнение такое, что, да, как бы это привлекательно отдельным личностям не казалось, да, но вряд ли эта система позволит сегодня эффективно решить кадровую ситуацию для предприятий. — Ну, то есть вы говорите о более серьезной, о более масштабной, да, о работе, которая, ну, действительно, еще в школе начнется, да, прям сопровождение ребят с теми или иными навыками и способностями. — Конечно. — Ну, вот, смотрите, да, вот эти... — Обычно вот про форенцированную работу в школе, вот и сейчас звучит, надо организовать экскурсию на предприятиях, да, это как в советские времена. Ну, мы с вами понимаем иллюзию, не нужно весь класс ввести на завод или на какое-то предприятие, да. В принципе, должна быть какая-то уже индивидуальная работа с отдельными учащимися, их определенное тестирование, учет их интересов, да, и в данном случае помогать человеку выбрать правильную профессию, да. Вопрос, верно, с закреплением, ну, тоже вот интересный очень вопрос. Там часто звучит мнение, что молодой специалист получает немного, да, но дальше мы, если встанем на позицию предприятия, а обладает ли этот специалист необходимыми навыками, да, для того, чтобы платить ему достойную зарплату? Выясняется, что вопросы с профессиональной подготовкой тоже вызывают много вопросов в предприятии, да, и поэтому повышение качества обучения — это тоже в определенной степени серьезный инструмент, который позволил молодому человеку по окончании найти достойную работу, достойную зарплату, да. Вот сегодня много говорится там о проекте, который начал реализовать домру об арендном жилье, да, что это тоже жилье для молодых специалистов, вопрос очень важный для закрепления, в том числе и в регионах, да. Но если эта арендная оплата будет носить рыночный характер, то сегодня взять в аренду достаточно просто жилье, даже в Кирове, да. А вопрос связан с тем, чтобы получить эту аренду на льготных условиях, может быть, в том числе и за счет датирования за средства областного бюджета, это слегка вернется в бюджет региона в виде того же самого подоходного налога. Поэтому я думаю, что здесь вопрос именно в нормальной, повседневной, скрупулезной работе, которая бы способствовала. Нельзя вот так одним каким-то нормативным актом решить наши проблемы. Юрий Геннадьевич, вот эти вот 22 тысячи, да, которые у нас выезжают из региона, проводился какой-то анализ? По каким причинам, да? То есть, что, собственно, нам нужно здесь на месте ликвидировать, чтобы эти специалисты оставались в регионе? Ну, вот здесь как бы мы не проводили такого скрупулезного анализа, просто есть отдельное отрывочное понимание, да, то есть, действительно, там тигрует вопрос и о заработной плате, да, и вопрос, связанный с удовлетворенностью бытовыми условиями, вопрос об интересной работе, да. Я, безусловно, понимаю, и у предприятий есть много вопросов, которые предприятию можно думать и решать. Мы сейчас видим, что на целом ряде предприятий активно работают над повышением заработной платы, да, и в отдельных отраслях она достаточно высока. Вот, вопросы, связанные с созданием инфраструктуры вот такой жизни молодого человека, тоже очень важный вопрос. Ну, вот, но в данном случае это серьезно, иногда не видно, кропотливая работа, которая не носит такого броского характера, вот, единый нормативный акт, и вот все построились и пошли. Да, Юрий Геннадьевич, да, хотелось бы еще вернуться к тому, с чего мы начинали. Вы сказали об остром кадровом голоде, который испытывают наши предприятия в Кировской области. Какие сейчас все-таки меры внедряются, механизмы? Как работодатели ищут вот тех самых классных специалистов, с которыми они пойдут рука об руку на протяжении долгого и долгого времени? Да, вообще какие сейчас задействованы способы поиска таких кадров? Ну, это вот, но сегодня уже, вот, мы в рамках контакта наших предприятий, вот, были встречи неоднократно по системе СПО, вот, очень рада то, что предприятие, хоть, может быть, не так масштабно, но уже начинает активно работать в рамках соглашений, которое заключается между учреждениями, министерствами, предприятиями, да, по подготовке специалистов, и, по сути дела, там, со второго курса предприятие начинает брать учащихся на практику, уже, так сказать, своеобразное такое мастерничество и курирование конкретных студентов, забираются с тем, чтобы помочь ему подготовиться и профессионально для выпуска, когда он выпустит уже был достаточно зрелый специалист, да, вот этот проект сегодня достаточно серьезно пошел, ну, и, в принципе, ну, видите, важный дискуссион, о котором мы давно обсуждаем, мы выносили плоскость, нам тоже нужно разобраться сегодня, все ли специальности, которые готовят за счет бюджета в рамках системы СПО, соответствуют интересам предприятий, потребностям региона, да, дискуссионный вопрос там, мы там, уже, по-моему, лет 12 готовим ландшафтных дизайнеров, да, было до этого, там, по 75 стали выпускать, там, сейчас, по-моему, 50, да, 11, вот, мы с вами понимаем, что такое ландшафтные дизайнеры для нашего региона, да, или вопрос такая экзотическая специальность, по-моему, там, порядка 20 или 30 человек ежегодно тоже выпускается хозяйка всадьбы, дальше, коммерция в сфере индустрии, моды, да, и, так сказать, есть еще целый ряд таких специальностей, возникает большой вопрос, может быть, вот эти бюджетные средства можно было бы переориентировать на подготовку и решение приема по другим востребованным специальностям, но если, по мнению, там, коллективом такие экзотические специальности, они хотели бы проводить обучение, ну, пожалуйста, молодой человек может за счет средств родителей, своих средств, свой средств, может готовый работать по этим, учиться по этим специальностям, да, поэтому вопросы связаны, да. Это мы еще не трогаем юристов и экономистов. Еще есть до сих пор, да. Ну, это, это, это вообще достаточно сложный момент, вот, юристы и экономисты, потому что мы тоже вот нашими предприятиями обсуждали, они тоже высказывают сомнения о том, что сегодня у нас достаточно мощный, опорный выпуск, пускай, от квалифицированных юристов, да, есть там, у нас, дальше, институт, филиал, института имени Кутавкина, да, имеет ли смысл нам готовить юристов со среднеспециальным образованием, тех-то самых экономистов, да, то же самое, то есть нужно очень точно учитывать сегодня потребности, дефицит по конкретным специальностям, вот здесь у нас очень большая работа предстоит в регионе, для того, чтобы наводить механизм вот этой информационного обеспечения этой работы, потому что, видите, на сегодня получается так, что, безусловно, большую работу проводит служба занятости, вот она нам тоже предоставляет регулярную информацию по востребованным специальностям на базе заявленных вакансий, да, но, к сожалению, иногда у нас ряды значительных предприятий не подают, и поэтому, с заявкой по вакансиям, да, и поэтому не складывается общая картинка, но, тем не менее, даже на основании этих цифр мы видим, что сколько там заявок на тех же самых юристов и экономистов, и сколько на слесарей-ремонтников, да, это совершенно разные вещи. Понятно, спасибо большое, Юрий Геннадьевич. Да, спасибо. Юрий Исупов, старший вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, с нами был на связи. Да, благодарим, в общем, подводя итог, да, мера, предложенная законодателями Татарстана, ну, она имеет право на существование, но это лишь такая, да, разовая такая вот ситуация, когда одним каким-то широким жестом мы хотели бы решить этот клубок проблем, да? Да, то есть это попытка вот заткнуть какую-то дыру в корабле, не решая тех проблем, собственно, из-за которых эта дыра возникла, получается. Вот пытаюсь сейчас себя поставить на место выпускника, да, высшего учебного заведения. Выпускником я был 20 лет назад. Так просто свои чувства оценить, да, если бы тебе сказали, так, тебе три года надо сейчас будет отработать в одном месте. Согласился бы, не согласился бы, да? Вот получается, что, ну, по крайней мере, меня могли, да, отправить куда-то там по распределению, но у нас параллельно учился еще целый поток тех, кто выпускался с квалификацией переводчика. Вот мне интересно, куда бы всех этих ребят распределили. То есть это-то абсолютно вообще бескрайнее, да, пространство, куда можно уходить. При этом, я так понимаю, распределять-то должны ведь именно предприятия, которые... Нет, я имею в виду, что ты должен работать-то на предприятии с государственным участием. Ну, по крайней мере, да, об этом говорится в этом законопроекте. У нас есть столько предприятий, которым требуется такое количество переводчиков. Вот тоже вопрос. С Сергеем Никулиным мы сейчас пообщаемся. Это проректор по образованию Авиатского государственного университета. Сергей Викторович, добрый день. Добрый день. Да, вот хотелось бы оценить, с вашей помощью как специалиста, вообще готова ли наша система образования к тому, чтобы, да, внедрять обязательную отработку в течение трех лет. Мы понимаем, что современные студенты не те, которые были, да, 10-20 лет назад. И многие из них, вряд ли, вообще обрадуются, да? Да, готовы ли они вообще будут? Как вы оцениваете эту инициативу? Ну, смотрите, студенты у нас замечательные. И сравнение здесь, какие они были раньше, какие они есть сейчас, наверное, не очень правильное. Мир изменился точно. Ну, конечно. То есть, если мы берем систему распределения, которая действовала в советское время, это была плановая экономика, это четко спланированные планы, было понятно на много лет вперед, сколько кого необходимо. На сейчас мир другой. На сейчас количество выделенных бюджетных мест фактически проецируется на рынок труда через 6 лет. Посмотрим на мир вокруг и представим, а можем ли мы сейчас планировать, что будет через 6 лет. Достаточно сложно. Это такой риторический вопрос, который, на самом деле, законодатель, на мой взгляд, попытался учесть в том законопроекте, про который сейчас идет большое обсуждение. Но вот про циферки, про конкретно, про сейчас. Мы в университете уже на протяжении многих лет оцениваем, как наши выпускники трудоустраиваются. Причем нам без разницы, бюджетник, платник, мы оцениваем всех, потому что все студенты, вот так, если взять позицию... Ну, мы понимаем, конечно. За каждого студента платят. Просто в одном случае платят родители, домохозяйство, в другом случае платит государство. Но фактически университету приходят средства за подготовку кадров высшей квалификации. А о каком порядке цифры вообще сейчас идет речь? Можем мы эти приблизительно хотя бы раскрыть? Если мы берем образовательную программу в целом, то считаем это полмиллиона минимум. Полмиллиона за все годы обучения? За 4 года бакалавриата. Ну, то есть, в целом, средние цифры, там, где-то от 120 тысяч в год, получается, по наименее дорогим специальностям, они тоже идет градация на несколько уровней. Ну, самые дорогие, там, в районе 250 тысяч в год. Вот. По ребятам, вот когда мы оцениваем, в течение трех лет после завершения вуза, мы их сопровождаем, смотрим, как у них происходит трудоустройство. Сергей Викторович, да, простите, я попрошу сделать паузу. Дело в том, что у нас сейчас будет небольшой рекламный перерыв, полторы минуты, и мы продолжим, да, наш разговор. Оставайтесь с нами на связи, пожалуйста. Реклама. Продолжаем обсуждать инициативу Госсовета Республики Татарстан по обязательному распределению тех, кто учился на бюджете. В вузах Сергей Никулин с нами на связи, проректор по образованию Вятского госуниверситета. Мы остановились на том, что вы отслеживаете, да, как трудоустраиваются студенты, неважно, учились они на бюджете или платно. Ну, давайте продолжим, да. Как, собственно, у них складывается дальше? По нашим цифрам на сейчас. У нас, ребята, более 93% трудоустроены точно в различных отраслях. При этом 70% ребят говорят, что они трудоустроены по той специальности, которую они получались в вузе. Вот это факты. Это не экспертное заключение, а то, что нам говорят ребят. И причем из-за этих ребят 87% остаются в Кирове. То есть фактически университет и выполняет функцию по возопроизводству кадров. Можем ли мы удовлетворить? Все потребности точно не можем. Причем на сейчас мы уже ввели в практику, когда студенты, не завершив обучение, параллельно с получением высшего образования, уже начинают работать на предприятиях. И по факту на сейчас 40% выпускников из университета, выходя, имеют трудовые книжки с опытом работы. Уже сейчас. Вот здесь как будет трудоустройство, если молодой человек в течение двух лет где-то работал, приходит момент завершения университета, и он говорит, а сейчас идти на другое предприятие. Вот здесь есть нюансы. Пока что сложно сказать, каким образом это будет развернуто. 60% ребят, которые выпускаются, не имеют там официального трудоустройства, и для них, возможно, здесь надо смотреть не только на один конкретный документ, а в целом на систему, как это будет выстраиваться, если в эту сторону инициатива будет разворачиваться дальше. Мы знаем, что сейчас на работу с высоким уровнем зарплаты, с высоким уровнем требования, как правило, у ребят просят опыт работы. Здесь вопрос трудоустройства для кого-то из ребят может быть очень хорошим способом отработать 3 года, получить себе в портфолио опыт работы и дальше трудоустраивать. А кроме того, мы проводили исследования на больной достаточно теме для многих регионов, не только для Кировской области, по педагогическому образованию, по педагогам. Мы взяли за несколько лет, опять же, ситуацию, сколько выпускник вуза работал. И получилась схема очень интересная, что если выпускник университета пришел в школу и смог проработать больше одного года, то тогда у него значительно в разы вырастает вероятность, вероятность, что он будет много лет работать в школе. Если же он в течение первого года, опять же, в другой деятельности, ну, скорее всего, он потерян навсегда для школы. То есть сфера его теряет. Да, да, в этом плане вопрос про три года, потому что идет и осуждение, а три или года, а полтора года, а пять лет. Три года это срок, в течение которого можно доразвивать профессиональные компетенции, утвердиться в профессии и дальше уже определять свою будущую жизнь. Поэтому вот по данному документу пока, скажем, больше вопросов, чем ответов. Есть положительные стороны, есть отрицательные стороны, и будет интересоваться именно вся обвязка, которая пойдет вокруг, ну, достаточно небольших там трех-четырех абзацев изменений федеральных законов. Понятно. Спасибо большое, Сергей Никулин. Спасибо за комментарий подробный. Сергей Никулин, проректор по образованию Увязького госуниверситета. Мы сейчас беседуем, и у меня, знаешь, мысль-то вот эта вот закрадывается. А в перспективе вот эти претензии, да, они не будут ли расширены вообще на всех россиян, которые работают не по специальности? Ну, то есть вот я, например... А ты боишься, что тебя отправят в школу? Да, например, 20 лет назад, да, получила образование учителя истории, ты чуть меньше лет назад, да, собственно, учителя иностранного языка. Тут ведь опять... Сейчас скажут, ну что, не поработали? Ну-ка давайте сейчас. А ну-ка давайте отработайте с ней. А ну-ка возвращайте деньги за... А я, кстати, не на бюджете училась. А, ты не на бюджете училась? Ну, я-то на бюджете, да. У меня, видимо, больше рисков, что ко мне предъявят претензии. Дмитрий Русских, депутат Законсобрания, с нами на связи. Дмитрий Михайлович, добрый день. Добрый день, ведущим. Да, спасибо, Дмитрий Михайлович, что вышли на связь. Да, вы в курсе уже, что мы обсуждаем. Это предложение внедрения обязательно отработки, то есть так или иначе вот советскую систему, да, скопировать. Общаемся тут уже со специалистами и сходимся на мнении, что это лишь одна такая мера, не знаю, экстренная, да, срочная. Все гораздо должно делаться масштабнее, системнее. Еще со школ нужно возрождать серьезную профориентационную работу. Вы какого мнения придерживаетесь? Владимир, ну, эта тема периодически по кругу ходит. По-моему, про нее говорили лет 5-6 назад. Об этом уже разговор шел. Был дело, да. Это много всего, да, обсуждали. Значит, ну, вы правильно сказали, что это не единственная мера, которую надо предпринять для того, чтобы именно появились у нас люди, которые могут занимать какие-то определенные рабочие места, закрывать бюджетные все сферы. К сожалению, ведь это придумано и предложено Татарстаном в связи с тем, что у них не хватает рабочей силы. Людей, которые работают на конкретных профессиях. Это касается и бюджета, это является и предприятие ВПК, которое сегодня как бы загрузку имеют, а кадры, к сожалению, отсутствуют в том объеме, который им нужно. То в данном случае здесь пытаются найти решение, где взять людей, которые будут работать на местах. Значит, мне кажется, что это на самом деле мера, полумера. Она ни к чему, в принципе, не приведет, потому что в данном случае мы с вами должны четко понимать, что людям нужно, особенно молодому поколению, нужна комфортная и качественная города, поселки, села и все прочее. То если мы раньше говорили, что у нас не хватает людей в районах области, в поселениях, то сегодня мы столкнемся, что этих людей не хватает в городах полмиллионников, 200-300 тысяч. Потому что, в принципе, сегодня мы узнаем проблему города Кирова, главную, что на сегодняшний день город Киров очень сильно отличается от этой же Казани, от этой же, допустим, Москвы, Санкт-Петербурга. И все люди, молодежь, которая хочет работать, она все равно ищет свое место в жизни, именно там, где им комфортно проживает. А отличается это чем, Дмитрий Михайлович? Отличается, в первую очередь, средой. Мы с вами понимаем, что сегодня поставить одних памятников в городе, это не решение проблемы. Мы сегодня видим, что многие наши кировщане ездят на выходные в Казань, у кого есть возможность, в Москву, в Санкт-Петербург. И они видят, что города эти гораздо комфортнее для проживания. Там есть скверы, парки, там где-то туда сходить. Там совершенно другая городская среда. И в этом плане, конечно, что хотите с ними делать, они все равно при выборе, где они будут работать, они будут выбирать там, где им комфортно жить. И в данном случае, если мы сейчас говорим о городе Кирове, в том числе, то, конечно, я думаю, что то предложение, которое сегодня рассматривается и хотят ввести, что оседлась, будет иметь те студенты, которые будут учиться за бюджетный счет. Ну, это будет такая... Насколько качественно они будут работать? Это получается такой определенный, как будто бы они отрабатывают эти три года, как заключение. Ну, принудиловка, принудиловка, да? Не получится ли у нас, смотрите, какой-то, знаете, вот кадровые чехарды? То есть, получается, человек отработал три года? Она у нас уже получилась. У нас сегодня мы видим, что кадровая чехарда, она коснулась уже всего. Если раньше нам не хватало там в сельском хозяйстве, сейчас потом не хватает в бизнесе людей, предприниматели не знают, где набрать там и взять людей для многих профессий. Сейчас это не хватает в ВПК. Значит, эта же чехарда сейчас происходит в управлении там государственном, муниципальном. Мы сегодня видим, что кадры приходят совершенно какие-то странные на работу. И в городскую власть. И быстро уходят. И быстро уходят, да, но потому что они неэффективны, потому что в данном случае мы сегодня понимаем, что сегодня пришло время, когда мы должны уже глобально на эту проблему смотреть. Как оставить молодое поколение в городах или в поселках, чтобы они оттуда не уезжали и тем самым занимали эти рабочие места. Я думаю, что решение только, оно глобальное. Слушайте, может, на чиновников тоже распространить эту инициативу? Вот пришел, занял кресло. Отработай, пожалуйста, 3-4-5 лет. Если ушел раньше, верни деньги, которые мы тебе платили в качестве зарплаты, да? Ну, тут, наверное, эта штука не сработает, но я бы, конечно, брал многих руководителей, хотя бы исполняющими обязанности, чтобы посмотреть, насколько они эффективно отработали за один год или там за полгода. Потому что в данном варианте то, что сегодня любая ошибка, особенно в госслужбе, она стоит громаднейших потерь бюджета. Одно неправильное решение или глупое решение или дурацкое решение приводит к порой невосполнимым потерям. Эти потери, которые практически потом невозможно исправить. И, конечно, доля ответственности сегодня чиновников, она гораздо выше, чем, допустим, водителя такси или уборщица в каком-то помещении или работника на заводе. Это касается тысячи людей. В этой ситуации еще напрягает, уж извините за этот термин, то, что у молодежи-то никто не спрашивает, по сути, да? Она вообще готова ли... А мы спросим. ...три года посвятить себе обязательной отработке на определенном месте. Как будто в советское время это как бы работала, история, да? Но мы немножко жили в другом периоде жизни. И при этом потом же от этой практики отошли. А от нее отошли, потому что она выдавала, особенно у молодежи, кучу вопросов, на которых не было ответов. А сегодня мы пошли по самым простому пути. Так давайте мы просто посмотрим, как было в советском времени, и все будет точно так же. Но мы сегодня все-таки понимаем, что многие вещи из советского периода вернуть нельзя, потому что это другая страна, это другой... Уже век другой, все другое. Мир другой, молодежь даже другая, профессии другие. Ну и что уж, греха таить в советское время тоже существовали возможности, как их сейчас называют, коррупционные риски, да? Когда ты мог выбить себе местечко поближе к дому по распределению, да? Ну и так далее. Было такое ведь? Ну, это было не в таком масштабе, как может быть сейчас. Понятно, что в большинстве случаев все, кто учились, они ехали туда, куда они их направляли, или куда они хотели, когда совпадало их мнение с мнением института. Спасибо. Ну, слушайте, страна была большая, страна была большая. Много что строили, много что производили, много где работали. Так что немножко, и профессий-то было не так много основных. Сегодня же мы живем в 21 веке, и профессии-то все другие. Конечно. Дмитрий Михайлович, мало времени у нас, к сожалению, остается. Спасибо большое за комментарий. Дмитрий Русский, депутат ЗАГС Собрания Кировской области. Вот у нас пока видишь, какое-то поразительное единогласие во мнениях. Да. Получается. Как будто никто не жил в Советском Союзе, как будто никто не попадал никуда по распределению. А может быть, наоборот, ты не подумал, что люди поработали по распределению и поняли, что система не так прекрасна, как может показаться с первого взгляда? Ну, кстати, по поводу более теплого места по распределению, которое существовало в советское время, вот в этом законопроекте, который подготовил Госсовет Республики Татарстан, тоже есть перечень людей, которые смогут попасть на работу. Нет, на работу, ну, ближе к дому, да, или в том населенном пункте. Например, ты родом из Кирова, в Кирове остаешься и работать. Список, честно говоря, ну, он такой интересный достаточно. Инвалиды первой и второй групп. Ну, он ожидаемый, мне кажется, да, там, если есть по уходу за родственником что-нибудь, да? По уходу за родственником, который тоже имеет ограничения по здоровью. Ну, и беременные женщины сюда еще включены. Ну, то есть студентка, которая в процессе обучения еще и матерью успела встать, она может остаться в том населенном пункте, где, собственно, она родилась, да. Поговорим все же с молодежью, что ли, да. С представительницей молодого поколения. А студентка Оксана у нас на линии. Оксана. Да, добрый день. Да, добрый день, приветствуем в нашем прямом эфире. Но мы не будем скрывать, что Оксана, в том числе и наша коллега, она помогает нам делать наши средства массовой информации. Оксан, вот, наверное, нужно было набрать в самом начале, потому что инициатива-то касается, в первую очередь, молодежи. Ну, вот представь, что вот сейчас, ну, не знаю, не сегодня, а завтра у нас ввели обязательное распределение. И тебе в течение трех лет, вне зависимости от твоего желания, придется отработать в определенной организации. На определенном предприятии. Ты вообще к этому готова? Ну, как мне кажется, я точно нет. И в целом, мы же поступаем вот лет в 17-18. И, как мне кажется, очень неосознанно многие выбирают профессию. И в течение жизни все равно меняются предпочтения. И я вот тоже поговорила с одногруппниками, спросила их мнение. И все очень пугаются, мне кажется. Такого никто не готов, все чувствуют себя несвободными в этом. И много кто сейчас работает не по специальности. То есть получают диплом и идут работать в какие-то, может быть, снежные области. Или вообще в другие. Вот. Так что как будто бы, по моим ощущениям, молодежь очень не хочет такого. Оксана, смотрите, а если правила игры будут известны заранее, да? То есть нововведение внедряется не сейчас, когда ты уже учишься на бюджете, и вдруг тебя там огорошили на третьем, четвертом, пятом курсе, что ты должен где-то отработать. А в момент поступления, да? То есть перед тем, как поступить, тебе сообщают, что если ты хочешь учиться на бюджетной основе, то тебе придется вот эти три года отработать. В этом плане что-то поменяется? Как думаете? То есть ты, кстати, заранее, да, действительно будешь знать? Понятно, понятно, да, что это заранее. Но все равно, опять же, очень, ну, 17 лет странно требовать от человека, что он сделает выбор там на ближайшие 4 года обучения и еще следующие 3 года работы. Потому что все равно мы меняемся, люди сейчас очень хотят какой-то свободы выбора. И еще есть же сейчас такая история с целевыми направлениями в определенных вузах. И тоже ребята, которые учатся на целевых направлениях, когда организация оплачивает им учебу, и они должны отработать в этой организации какое-то время после окончания вуза, они тоже рассказывают, что к концу обучения это очень тяжеловато, и они ищут способы, как не работать в этой организации, потому что у них есть уже другие планы. Ну, в общем, как будто тоже очень сложно с этим. В общем, даже и эта категория целевиков, да, она... Те, кто изначально вроде бы планировалась, да? ...с годами меняется в голове, и возникают другие интересы, другие приоритеты. Ну, вот зачастую, знаешь, в качестве аргумента говорят, ну, наши же мамы, папы, дедушки, бабушки ведь работали, да? Как-то ведь они пережили, да, перетерпели. Мне кажется, ты очень хороший глагол подобрал, да? Пережили, перетерпели. И все, потом начали жить с нового листа в той сфере, начали работать, в которой там хотели трудиться. Ну, так или иначе, в общем, серьезное это испытание, да, могло бы быть, если бы было внедрено. Ну, я думаю, что да, и я думаю, что сейчас молодежь сильно отличается от наших родителей, которые могли бы, наверное, так отработать. Сейчас большинство так не хотят, не хотят пережить, перетерпеть. Вот, мне так кажется. Спасибо большое, Оксана. Благодарим, да, спасибо. Вот голос конкретной студентки, ее соображения, Оксана, студентка второго курса. Пугает перспектива, да, обязательной отработки? Ну, на самом деле... И это еще хорошо, что в течение трех лет. Меня бы, на самом деле, меня бы, на самом деле, это тоже испугало, потому что я вот с точки зрения профориентации, я была уверена, что я поступаю туда, где вот прям буду работать. Слушай, в каком виде у тебя была профориентация? Я помню, в старших классах нас свозили один или два раза, куда-то тесты пройти на компьютере, и потом тебе машина выдает ответ, вот ты бы мог пригодиться в этой сфере. Ну, что это за профориентация такая? Чушь, это не профориентация, в смысле, я к тому, что на момент, когда я поступала в университет, я делала это вполне осознанно. То есть я понимала, куда я иду. На конкретную специальность. На конкретную специальность, и я была уверена, что я с этой специальностью свяжу свою жизнь. Так было до момента, когда ты пришла устраиваться, да, если не ошибаюсь? Вот, в общем, после второго курса я уже была уверена, что я ни дня не проработаю по специальности. То есть настолько все изменилось? Да. Это такой непродолжительный период времени. И вот если бы я училась на бюджете и должна была отработать вот эти три года, я даже не могу представить размер ужаса своего, что мне нужно было шесть лет жизни вот следующие потратить на то, чтобы заниматься занятием, которым я не хочу заниматься. Слушай, смотри, смотри, вот если перескочить этот сейчас период жизни, который наполнен всякими событиями, вот эта вот молодость, тебе 20-20 с хвостиком, в 30 лет может человек вернуться к своим каким-то прежним желаниям, принципам. Я к тому, что, может быть, какие-то программы переподготовки внедрять для тех, кто хотел бы пойти работать по специальности, но человек помыкался, что называется, да, попробовал там, он не мог понять, где он, как нравится, ему не нравится. И вдруг вот он к 35 годам осознал, что все, я все-таки хочу вернуться в специальность, которую я получал в свое время. Может быть, вот на этих людей тоже обращать внимание, да, каким-то образом? Освежать у них знания. Еще один депутат ЗАГС Собрания, с нами на связи Ольга Тырыкина. Ольга еще и председатель движения «Родительский контроль». Ольга, добрый день. Добрый день. Да, Ольга, приветствуем вас в нашем прямом эфире. Ну, вы в том числе и как родители. Настораживает вас, не настораживает эта перспектива обязательной трехлетней отработки бывших студентов на определенном предприятии? Ну, вот именно такой способ найден Госсоветом Республики Татарстан, чтобы пополнить ряды недостающие кадров. Как вы оцениваете это предложение? Я думаю, что оно в любом случае назрело. И так или иначе мы к чему-то идем, потому что по-другому, наверное, уже в рабочей специальности это даже просто говорить о учителях и врачах. Мы не можем найти кадры, кто приходит действительно работать и остается. А раз мы говорим о том, что государство берет на себя обязанность обучать, в том числе бесплатно, но в первую очередь бесплатно, да, мы про бюджетные места говорим, то вроде как мы тебя бесплатно отучили, давай, пожалуйста, поработай, потому что, ну, мы тебя вложили, ты вложи, пожалуйста, в государство. Так или иначе, наверное, мы к этому плавно-плавно снова возвращаемся, несмотря на то, что мы от этого уходили много-много лет. Но проблематика есть, и даже если мы говорим не про рабочие специальности, а про какие-то хорошие ставки с нормальными зарплатами, иногда действительно сейчас есть кадровый голод, который, ну, вот, чем дальше, чем лучше не становится, и кому-то работать надо, и поэтому, наверное, нам надо так или иначе привлекать хотя бы таким способом работать. А, Ольга, не кажется ли вам этот способ несколько живодерским, да, назовем так? Потому что, вот, условно говоря, если говорить о кадровом голоде, который вызван... Вот я приведу в пример просто школу, которая рядом с моим домом. Расчетная вместимость учеников этой школы тысяча человек. В этом году, вот, с 1 сентября, в ней будут учиться 1900. Молодые учителя, которые приходят работать в эту школу, в первый год, вот то, о чем говорил Сергей Никулин, проректор по образованию Вятского Госуниверситета. То есть, если человек продержался первый год, то, возможно, он останется в профессии. Если нет, то, ну, пока-пока, что называется, уже навсегда. И вот этот вот год, когда молодому специалисту... И травму на всю жизнь. Это, ну, это на самом деле. То есть, тебе говорят, вот, ну, ты теперь наш раб, ты должен 3 года отработать, потому что мы тебя обучили. Ведь этот кадровый голод возник не просто так. Специалисты не просто так не могут найти. Я с вами ни с этим, нисколько не спорю, я ведь не говорю о том, что мы сейчас студентов как рабо должны отправлять. Да, действительно, я говорю о том, что мы к этому пришли, что, наверное, как бы такой вариант, он будет существовать, потому что другого не нашли. Но Дмитрия Михайловича я слушала, я как бы с ним полностью согласна, что действительно ведь нужна инфраструктура, да, чтобы человек приезжал и говорил, я готов здесь остаться, я готов здесь жить, я буду здесь работать. Поэтому, как бы, тут одно из другого... Одно из другого, видимо, вытекает, да, напрашивается. Прерывалась связь. Давайте попробуем еще подключить к нашему эфиру Ольгу Турекину, депутата Законодательного собрания Кировской области. Пока, собственно, мы подключаем. Давайте все-таки освежим в памяти список тех самых наиболее востребованных специальностей для нашего региона. Я вот тут открыл в перерывчике это данные, понятное дело, компания Headhunter. Итак, самые востребованные профессии в нашем регионе в 2022 году. Медики, на первую очередь, на первых местах стоят, в том числе заведующие отделениями и главные врачи. Вот как можно медика... Вот как медика можно заставить работать три года? Так, Ольга... Мне это же страшно. Ольга, вы с нами? А, я сейчас с вами, только я не слышала, о чем вы говорите. Вы можете закончить мысль просто, да. Я воспользовался заминкой, просто начал перечислять те специальности, которые наиболее всего востребованы в нашем регионе. Там медики на первом месте. Продолжайте, да. Да, можно вот я в продолжении мысли скажу. Мы не так давно ездили за собранием в Амутнинске. Как раз мы поднимали тему среди специальных заведений. Как раз мы говорили о том, что не возвращаются работать вот те студенты, которые отучились. И знаете, какой один из факторов назвали вот нам представители техникумов, что парни после техникумов сразу уходят в армию. И после армии они уже не возвращаются, ну там, на завод, например, да, там мы, если говорим про Амутнинск конкретно, то Амутнинск там экологически. Потому что после армии прямо очередь за ними стоит правоохранительные органы. Уждины, полиция и так далее. И просто на расхват, прямо по звонку говорят, давай, давайте, нам очень нужен, приходи. И поэтому это просто идет кадровый голод, перетягивание, кто куда придет. Я бы, наверное, говорила все-таки не про распределение, как таковое, вот как раньше было, там тебя взяли, отправили на Дальний Восток, и ты там этого не желал и не хотел. Я бы говорила, может быть, все-таки про целевые какие-то истории, когда ты изначально поступаешь, ты сразу как бы договариваешься, куда ты придешь работать. Но, вот послушав студентку до, я тоже соглашусь, что, наверное, пока ты учишься, что-то в жизни меняется, и ты, может быть, как-то переориентируешься. Но если мы говорим все-таки про бюджетное образование, про то, что тебя государство вложило, то, наверное, все-таки в какой-то момент отработки он так или иначе плюс-минус скоро возникнет все равно. Ну, да, логично, конечно. Вроде как нужно считать себя обязанным, да, раз заплатил за тебя бюджет. В общем, тема такая, да, многогранная. Но опять же, как бы в продолжении этого момента, то как бы у тебя ведь остается право выплатить, да, то, что тебя государство вложило, и уже быть свободным и работать там, где ты хочешь. Выкупить себя у государства. Но если у тебя, да, если у тебя это возможно и будет, то есть как бы если планируешь там, ну, как-то там по-другому развиваться и понимаешь, что у тебя эти деньги будут, ну, почему нет? Глобальный вопрос, он не делается одним приказом однозначно. И не надо говорить о том, что сейчас Татарстан нашел прям вообще выход из ситуации. Нет, в любом случае, тут комплекс... Ольга, 10 секунд у нас до конца эфира. Я думаю, что мы так или иначе как бы должны об этом еще вчера были думать, а не на завтра перекладывать. Да, Ольга, спасибо. Время истекает. Ольга Терекина, депутат Законодательного собрания Кировской области, вот такое многоточие какое-то, да, автоматически ставится. Мне кажется, законодательным стоит задуматься о том, что молодежь, испуганная тем, что будут их заставлять отрабатывать, вообще перестанет в УЗУ уходить, да и в СУЗУ сразу начнут куда-нибудь идти работать. Завершаем сегодняшнюю программу «Дневной разворот». Дарья Топузлеева, Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин